Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое во всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое При и выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 24 сентября. Сегодня за богослужением Церковь предлагает нам поразмышлять над отрывком послания апостола Павла к Эфессиным, 4 глава, стихи с 25 по 32. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякую злобую да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, в сегодняшнем послании, в сегодняшнем отрывке, которому призывает нас Церковь сегодня, акцентирует наше внимание на нем, в этом отрывке апостол Павел говорит об идеале нравственной жизни христианина, о том, как мы должны относиться друг к другу, прежде всего в рамках Христовой Церкви, в рамках общины, но и за пределами ее. Потому что сегодня, не как тогда, Церковь во времена апостола Павла только возникала. И общины были маленькие, и только тесное взаимодействие всех членов общины могли сберечь их в бушующем море язычества тогдашнего языческого мира. Сегодня же, как мы знаем, многие из нас крещены, но многие не ходят в храмы и не посещают церковные богослужения, не живут церковной жизнью, и по факту они крещены, но не просвещены духом Евангелия, духом проповеди апостолов. И поэтому наше нравственное поведение может обратить их взор в сторону Церкви. Именно наше изменение. И к этому изменению призывает нас апостол Павел сегодня в своем послании, послании к Ефесинам, которое он писал им почти две тысячи лет назад. И вот что он говорит нам. «Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу». Очень важно понимать, что все мы являемся, все мы крещенные христиане, православные, являемся членами единой, святой, соборной, апостольской Церкви. Будучи членами этой Церкви, мы являемся членами тела Христова. Ведь один из образов Церкви – это тело Христова, глава у которого Христос. «И вот все мы являемся членами этого тела». И давайте подумаем, если у нас что-то в теле, в организме пойдет не так, и что-то будет болеть, будут ли остальные члены не замечать этого? Конечно же, если у нас будет болеть нога, у нас будут проблемы со всем телом. Мы не сможем куда-то пойти. Постоянная боль будет нам надоедать. И само переживание этой боли будет негативно сказываться на состоянии всего организма, нашего разума, нашего рассудка, в зависимости от силы этой боли. Так вот, и в жизни Церкви то же самое. Если какой-то член совершает грех, это не значит, что он совершает грех против самого себя только. Но этот грех мистически влияет и на всю Церковь. Поэтому, исправляя каждый сам себя, мы невидимо улучшаем жизнь и всего церковного организма. Поэтому апостол Павел говорит, «Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Есть многие святые отцы, которые говорят о том, что если вы прогневались на брата своего, то не ложитесь спать, пока не примиритесь с ним. Не ложитесь и не ночуйте с этим чувством обиды, с чувством гнева до заката солнца. Примиряйтесь с тем, кто вас обидел или кого обидели вы. Да, гнев можно использовать. Можно использовать и против своего греха. Гневаться на то, что я согрешил. И тогда этот гнев можно будет использовать во благо того, чтобы начать бороться со грехом. Но ни в коем случае гневаться, но не согрешать. «Кто крал вперед, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Здесь апостол Павел говорит нам и о той милостыне, которую мы можем творить из тех дел, которыми мы зарабатываем себе на хлеб насущный, но ни в коем случае это не должно быть никакой кражи. «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». «Доставляло благодать слушающим» — это очень интересная терминология. нужно понимать, что когда мы говорим о Боге, это не должны быть праздные слова, это не должны быть слова, которые прочитаны нами, у святых отцов, быть может, заученные наизусть. Хотя это и полезно — учить святоотеческие творения, читать их, но, читая их, мы должны переживать их. Это не должно быть формальное чтение, это должна быть жизнь так, как написано. И только тогда наше слово будет иметь силу, будет иметь какой-то вес. И, как говорит апостол Павел, оно будет доставлять благодать слушающим. Всякое наше слово должно быть не гнилое, но назидающее в вере. Поэтому мы должны стремиться к знанию, к знанию того, что есть Церковь, знанию историю Церкви, потому что, не зная историю, мы и не будем любить Церковь. Не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. На всех нас лежит печать дара Святого Духа. В Таинстве Миропомазания сегодня в Требнике написано, что когда священник помазывает миром крещаемого, то после каждого помазания его восприемники, то есть крестные родители, должны говорить «Аминь», а священник помазывая, говорит «Печать дара Духа Святаго». Все мы запечатлены этим помазанием. Над всеми нами совершилось это Таинство. Таинство Миропомазания. На нас лежит печать Святого Духа. Апостол Павел говорит об этом. Не оскорбляйте, но вернее будет здесь перевести не словом «оскорбляйте», а словом, которое имеет в себе смысл «не делайте унывающим», то есть не огорчайте. Святой Дух оскорбляется, огорчается, и та печать, которая в нас есть, которая была запечатлена в нас в день искупления, эта печать Святого Духа и Дух Святой, который в нас пребывает, он оскорбляется от тех поступков, которые мы делаем, которые противоречат тому образу жизни, который предлагается нам Евангелие. И всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобую, да будет удалены от вас. Ярость, гнев, крик, злоречие, все эти чувства, которые вырываются наружу человека, который не обладает своим телом, не обладает своими эмоциями, чья воля падшая, чья воля нарушена и не согласна с волей Божией, о чем мы просим Бога всегда, да будет воля Твоя. И вот это всякое раздражение, конечно же, и наносит оскорбление Святому Духу, коим мы запечатлены в Таинстве Миропомазания. Но будем друг ко другу добры, сострадательны, будем прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Самое главное, мы должны помнить, что именно через крестные страдания Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, мы получили это прощение не по нашим заслугам, а именно как дар мы получили это прощение. И всякий раз, когда мы хотим согрешить, когда мы гневаемся, когда мы пребываем в ярости, когда мы творим злоречия, мы должны помнить, какую ценой мы искуплены и что сделал Господь наш Иисус Христос для того, чтобы мы были, имели возможность получить эту печать дара Духа Святаго. Будем помнить об этом. Также будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok